Не прошло я три года, и я села снимать это видео. Привет, красотка, и сегодня вместе с тобой хочу посидеть на диване. Неплохое начало. За чашечкой приятного ароматного чая. И почитать свой дневник беременности вслух. Это то, что я на самом деле хотела сделать сразу же после рода. И знаете, вы очень терпеливы, правда. Все эти полтора года, Еве недавно стукнуло, стукнуло, исполнилось полтора года. Все это время хоть кто-то, но каждый день мне напоминал, либо в комментариях под видео, либо в инстаграме, о том, чтобы я наконец-то сняла это видео. Но я рада, что это происходит сейчас, потому что на самом деле я уже вообще не помню, что я туда писала. Поэтому я сейчас буду вместе с вами заново окунаться в этот период. Если честно, я никогда не видела, чтобы такое снимали как-то. И сама такое я не снимала, поэтому просто что получится, то получится. На эту камеру я буду детально снимать каждую страничку, какие-то фотографии, потому что помимо того, что это дневник, это еще и, можно сказать, альбом. Я сама распечатывала фотографии, вклеивала их туда. Что вообще это такое дневник беременности? Это такой блокнот, альбом, ежедневник. Множество вариантов в книжном магазине можно найти или просто в интернете заказать. Мне подарила подруга, как только я сказала о том, что я беременна. Здесь есть какие-то заметки от автора, которые тебя как бы направляют. И только я открываю первую страницу. Здесь поля для моего имени, для моей информации какой-то. Под этой фотографией, которую я вклеила, было написано «Вклей сюда любимую твою фотографию за время беременности». Ну, тут вы все знаете. Меня зовут Саша, 21 год. Мне был на тот момент, когда я заполняла этот дневник. Родной город Нижний Тагил. И когда жду малыша... Фух, хорошо, что все хорошо. И когда жду малыша в конце мая 2019 года. Это мне сказали на первом приеме у гинеколога, когда посчитали дату зачатия примерную. И, кстати, интересная такая история, что мне никто не верил, что день зачатия был именно в тот день, который я говорила. А именно 18-го, 08-го, 18-го, в день нашей свадьбы. Потому что по дням овуляции это была наименьшая вероятность. И мне все врачи говорили, что нет-нет-нет, с учетом дня последних менструаций такого не может быть. Ну, типа, очень маленькая вероятность, скорее всего, нет. Поэтому дату родов мне изначально назначили тоже неверно. Ну, а потом, чем больше рост малыш, тем больше рост живот, тем больше было понятно по УЗИ, на самом деле, сколько ему недель. И все-таки, да, дата зачатия была 18-го, 08-го. Ну, как бы, я не буду врать. Наверное, я лучше помню, когда это было. Итак, первая страничка. Поздравляю, твое приключение начинается. И тут небольшой текст о том, что в ближайшие 40 недель будут внезапные перепады настроения, яркие эмоции, отекающие ноги, растущие животные. В общем, наставление в путь называется. Начинается первый триместр. И рисунок, который мне не понравился в самом начале, это тест на беременность. И там, знаете, где должны быть полосочки, написано «залетело». И мне это слово с детства не нравилось, я его перечеркнула. Моя первая реакция и его первая реакция. Тут я прямо расписала, знаете, максимально подробно. Я узнала об этой радости, сделав тест. Сразу двойной. Почему-то именно в этот раз я делала его, ожидая чего-то... Многоточие. Чего-то необычного, точно. Саша писатель. Сделала и, опа, на обоих две полоски. На обоих тестах. Смотрю на себя в зеркало и давай плакать. Это слезы счастья, конечно же. Не передать словами, как я была счастлива в эти минуты. Но я торопила, я тоже, конечно. Побежала в мусорку. Мусорку. А, смотреть упаковку теста и проверять, точно ли так должен выглядеть положительный результат. И вся в слезах рванула к любимому. Он сидел в соседней комнате, что-то печатал. Кстати, раньше я думала, прямо планировала, что когда это произойдет, я закажу торт с тематикой малыша. А-ля, мы беременны. Положу его в большую коробку и вставлю в него как-нибудь оригинальный тест. Сниму на камеру, которую он не увидит его реакцию, и это будет на память. Но нифига, я просто не смогла молчать. Слезы счастья так рвались наружу, и я скорее не думая ни о чем побежала к Денису. Его первая реакция. Как он был счастлив? Сначала, увидев на моем лице слезы, он очень испугался, подумал, что что-то случилось. Он прямо подумал, что горе какое-то произошло. Но затем, увидев тест в руках, так радостно спросил. Мы беременны? И давай обнимать, целовать. Расстрогался немного, когда начал трогать и целовать животик, которого еще нет. Весь день и его планы ушли в пень. Мы пошли гулять после долгих обсуждений. Зашли в Гринвич и абсолютно спонтанно решили пойти в кино. Причем, которое уже началось. Мама Мия 2. Да, я помню, я прям рыдала на этом фильме, почему-то много. Я плакала полфильма, потому что... Потому что я, в принципе, начала часто плакать. Потом мы накупили вкусняшек, пришли домой и снова включили фильм. Мультик «Ледниковый период». Уснули в обнимку. Денис обнимал животик. Зачем я держу эту камеру, если я все равно держу дневник так? И, наверное, я потом досниму просто все кадры. Да, можно выключить тебя. Тут, кстати, я прикрепила два теста. Настоящие. Это те самые два теста, но для более ярких полосок, потому что они со временем обесцвечиваются. Я их обвела маркером. И они потекли немножко. Это, в общем, странно. Такая клеточка. Тут просто клеточка, понимаете? Первый прием у врача. Вопросы и заметки. Очень интересно, что меня волновало, что меня беспокоило. Первый вопрос. Зубы. Можно ли слабую анестезию? Да, если вы помните, на тот момент у меня была самая эпопея с зубами. И я, конечно, уже большую часть операций сделала. Но оставалась такая работа, косметическая, можно так сказать. И там тоже должна была быть анестезия. И я помню, что это меня беспокоило. Второй вопрос. Перелет в Анапу 20-24 сентября. Это, получается, первый триместр. Для меня волновал вопрос, можно ли летать в первом триместре. Зрение. Можно ли рожать самой? Да, это был один из самых грандиозных мифов в моей жизни. Следующий вопрос. Маникюр, педикюр, наращивание ресниц. Можно ли делать? Витамины нужны, какие именно мне? Очень важный вопрос. Какие травы вредные? Ну, потому что мы пили травяной чай и до сих пор пьем травяной чай. Там сбор мамы Дениса. И мы даже сами до конца не знаем, какие именно там травы. И она до конца не знает. Важно было узнать. Потому что есть некоторые травы, которые, знаете, посильнее лекарств. Они могут матку, например, напрячь. А могут, наоборот, сильно расслабить. И это не нужно во время беременности. И сразу же ответы на вопросы. Что мне сказали? Бегать по утрам нельзя, можно ходить. Теперь хожу. Очень плохо, что не ем мясо. В скобках. Что за бред? Запретили заниматься зубами даже во втором триместре. Это был, походу, первый сеанс у гинеколога, который... Я еще про него видео снимала. Вот там все-все нельзя. Беременность это болезнь. И вообще сиди дома. Желательно не дыши. Как-нибудь родишь или тебя родят. Вот такой вот был подход. Летать на самолете опасно для малыша. Прописали йодомарин и витамин Е. Кстати, нужно сделать пометочку, что сейчас идут как бы такие иллюстрации больше. А потом именно будет по неделям. Первая, вторая, третья, четвертая. Вот мои какие-то уже письменные заметочки будут. Еще когда я не знала, что беременна, впервые в жизни, три восклицательных знака, ночью уже почистив зубы, я решила пойти и сделать себе яичницу. Никогда прежде не ела ночью, особенно после чистки зубов. Очень важный момент. Потому что у меня такая чистка зубов, знаете, что там 85 этапов. После этого ты просто не можешь себя простить, если ты пойдешь что-то поешь. И тебе надо будет заново это все повторять. Поэтому да. Следующая строчка. Я правда должна от этого отказаться. И тут я пишу. Кофе и чай. На зеленый и черный. Особенно кофе это удар. Но потом я для себя поняла, что кофе в день один. У меня был латте, я оставила в день. Нормально на него я реагирую. То есть это все очень индивидуально. И прямо вот такого, что кофе нельзя ни в коем случае беременным, всем такого нет. Нужно все смотреть индивидуально. С врачом консультироваться, конечно же. Я по себе даже не беременна. Я по себе замечаю, что если я выпью там две кружки капучино, то у меня уже сердце начинает стучать. Мне это много. Одну нормально никак не реагирую. И Ева на это не реагирует уже при грудном вскармливании, например. Всякие пирожные, шоколад. Почему-то я должна была от этого отказаться. Не знаю почему. Все хорошо в меру. Мне кажется, тогда у меня еще не было вот этой идеи, что немножко можно, ничего страшного. Главное без фанатизма. Следующая страничка. Встать в 8 утра, умается к 10.30. И моя подпись. Мой режим до сих пор 5.15-21.00. Господи, какое замечательное время было. Я до сих пор мечтаю вернуть свой режим, когда я просыпалась в 5 утра. Окей, хотя бы можно в 6. Но пока у нас это не особо выходит. Я вам рассказывала уже по моему причину. Чувствую себя хорошо, но утомляюсь не как раньше, к 21.00, а где-то к 19.00. Да, это еще только начало, Саша. Дальше ты будешь уставать вообще капец. Но это именно в первом триместре. Следующая страница. Подпись от автора. А я-то думала, что прыщи в прошлом. И моя подпись. Пока явных проблем с кожей нет. Надеюсь, и не будет. Особо-то и не было, на самом деле. А после рода, по-моему, даже лучше стала кожа. Кое-что пора делать иначе. Список. И я пишу. Кушать мало и часто. Ем каждые 2-3 часа помаленьку. Жую вдвое дольше. Больше думаю о составе и пользе продуктов. Не бегать по утрам, а ходить пешком. Тоже неплохо. Привыкать спать на боку. Это да. Я в самом начале уже начала привыкать спать на боку. Вот, кстати, почему-почему, но по сну на животе я соскучилась за время беременности. Да. Это потому, что моя любимая поза, знаете, такой полуповорот почти полностью на животе. Не греться в супергорячей ванне. Это да. Дальше идет разворот, где на каждом месяце, типа, ты себя фотографируешь сверху, и вот ноги потихоньку исчезают. Я хотела такое сделать, но забыла или не сделала. Но хотя бы я делала фотографии каждого месяца. Это уже хорошо. Заметочка. Каково это хранить секрет? Сколько процентов хочу рассказать всему миру, а сколько процентов забавно молчать об этом? И вот на первом месяце беременности, наверное, ну, в самом начале было написано 5% хочу рассказать всему миру. Всего 5. И 95% забавно молчать об этом. Да, я помню, в самом начале мне вообще не хотелось ни с кем делиться. Моя заметочка. Больше всего хотелось скорее сказать маме. Жаль, что удалось сообщить лишь спустя неделю. Да, потому что мама была в этот момент в Анапе, и мне хотелось не по телефону сказать, мам, привет, я беременна, а именно приехать к ней лично сказать. Пока хочется молчать, это про остальных я пишу, хранить это как самое драгоценное и сокровенное, да. Я вообще не понимала в тот момент, вот, видимо, гормоны еще как-то сильно бурлили, я не понимала, как люди, как только узнают, что они беременны, делают там фотографию с тестом, говорят, вот мы беременны на первой неделе. Вы не представляете, какое у меня было чувство, у меня было чувство, что это что-то такое настолько ценное, оно внутри меня сидит, и вот нужно чуть ли не шепотом об этом говорить. Я думала, что только в государственной больнице у нас в России можно встать на учет, и потратила достаточно времени и нервов, и сил на то, чтобы ходить. Ну, буквально три раза я сходила, наверное, а потом вообще забила. Я какая-то не очень добросовестная беременная была, но я понимала, что там на самом деле я получаю больше негатива, нежели какой-то поддержки, нежели полезной какой-то информации для себя, поэтому раз в две недели это чересчур часто ходить, в очереди сидеть, слушать этих негативных женщин, которые жалуются на всех подряд. Я просто-напросто потом встала на учет в платной больнице, и там меня просто не трогали, честно. Все, что надо беременной поддерживать и особо не напрягать, и говорить, что ты прекрасна. Неделя три, и тут уже идет фотография моя, я делала фотографии раз в месяц, хотела смотреть, как увеличивается мой живот, и вообще я сделала тест в две полоски. Почему сделала? Задержка плюс предчувствие, и предчувствие я подчеркнула красным. Еду в Анапу с Денисом, у бабушки день рождения, наконец-то можно рассказать маме. Немного переживала за перелеты, но все хорошо. Неделя пять, иногда немножко тошнит, когда представляю какую-нибудь еду, типа свежеспеченных круассанов. Наслаждаюсь процессом и состоянием. Денис окружают любовью и заботой. Неделя шесть. Настроение почему-то унылее и унылее. День ото дня. Хочется больше лежать, отдыхать. Как будто мое настроение зависит прямо пропорционально от погоды. Какие слова я использую еще? Прямо пропорционально. Я очень любила математику в школе. Пью рыбий жир теперь по тысяче миллиграмм в день. Очень важный факт. Просто все, что я решила сказать. Малыш размером с горошину перца. Окей. Неделя семь. Если ехать долго в машине по городу, начинает легонько тошнить. Нужно смотреть на дорогу и желательно ехать с открытым окном. Позвонила в йога-дом для беременных. Сказали, что приходить к ним только после 15 недель. Маша поделилась супер-каналом до и после родов. Да, кстати, классный канал. Посмотрела все ролики, которые на нем нашла. Очень понравился. Неделя восьмая. Стала немного быстрее уставать. Слабость то, что присутствует во мне максимально. Хочу спать по 12 часов. И сплю. И фотография второго месяца. Ничего особо не увеличилось. И я немного грустная на этой фотографии. Неделя девятая. Никогда прежде не чувствовала себя такой слабой, уставающей и вялой. Уставающей. Да, действительно, токсикоза у меня не было. Но вот уставать я уставала сильно. И мне было тяжело вообще заставить себя что-то делать. Ну, я особо и не заставляла. Но я, кстати, еще видосики снимала. В принципе-то активно работала. Но что поделать? Малыш берет у меня силы, а я должна делиться. Лень делать все. Ходить, готовить, снимать, монтировать, думать и вообще существовать. Мажусь вторую неделю кокосовым маслом от растяжек каждый вечер. Скоро УЗИ. Жду не дождусь увидеть нашего малыша. Следующая фотография. Это третий месяц. Уже выходит, выпирает немножечко животик. И в целом, как будто я немного округлела в ляшечках. УЗИ. Тут уже совсем прямо малышок. Моя заметка. Госбольницы это что-то с чем-то. Не хочу наполнять этот дневник негативными переживаниями. Поэтому просто скажу. В следующий раз только к платным врачам. Но, кстати, платные врачи... Ну, вот я сейчас... Добавочка из 2021... Ой, 2020. Платные врачи это не панацея. То есть, это не означает, что бесплатные это всегда плохо, а платные это хорошо. Но в большинстве случаев в платных просто есть комфорт, есть точное понимание, когда у тебя сеанс. Не нарушают твои личные границы. Это очень важно. Но это не означает, что врач 100% там будет умнее, мудрее. Но какая разница, какая больница и как мы с ней намучились. Ведь самое главное, что у нас все хорошо и даже замечательно. Все показатели в норме. Наш малыш растет, развивается хорошо, уже крутит сальтухи и играет с пуповинкой. Лучшие рекомендации. Тут, видимо, я сама написала этот список. Кокосовое масло на все тело. Но это, знаете, больше не от растяжек, а просто чтобы увлажнить тело. Отличная вещь. Но не нужно прямо думать, что это тебя спасет от растяжек. Но это все равно приятно, это все равно забота о себе, это все равно хорошая процедура. Так что я согласна. Растягивать тело. Это да. Ходить больше. Пить витаминки. Отдыхать, спать, радоваться. Не нервничать. Разговаривать с малышом всегда. Слушать себя всегда. Самые нелепые советы. Носить только светлые трусы. Да. Пожалуй, это лидер. Не надевать обтягивающую животик одежду. Почему? Кто сказал? Есть мясо. Ведь только там есть белок и железо. Ну, ясненько. Это я прямо большими буквами написала. Вопрос от дневника. И вот я себя ощущаю. И поставить нужно галочку в нужном месте. Как богиня, как корова. Я поставила там, где богиня. Дальше картинки еды, которую я люблю. И я нарисовала квашеную капусту, яблоко и мандаринки. Вопрос от дневника. Как перестать все время есть? Мой ответ. Чем больше занят чем-то, тем меньше паришься о чем-то. И о еде тоже. Просто цитаты великих. Но на самом деле, правда, если ты чем-то занят, ты забываешь даже поесть. Ну, желательно не забывать, конечно, но у тебя мир не вертится вокруг еды. И на самом деле это здоровое отношение с едой, когда еда это не центр вселенной, да? Как знаете, иногда говорят, что люди сами себе проблемы придумывают, когда у них просто есть на это время. Доля, правда, здесь есть. Хочу, чтобы волосы были такими всегда. И тут густая такая косичка. Моя заметка. Не сказать, чтобы я заметила какой-то невероятной густоты волос. Но и не выпадают тоже хорошо. И потом пометочка с 22 недели. Я вернулась, видимо, туда, чтобы написать. Реально заметила, что волосы стали лучше, гуще как-то и здоровее. Ну, это гормонально объясняется. Там определенного гормона становится больше. Волосы перестают выпадать какое-то время, хотя они должны, да, выпадать. А после родов этого гормона становится меньше опять, то есть он приходит в норму. И волосы, которые должны были выпасть, они выпадают. И кажется, что мама лысеет. Но на самом деле все нормально. Четвертый месяц фотографии. Тут уже все хорошо видно, я вам скажу. Приблизительная дата родов, предположительная. 18-19 мая. Но Ева родилась 21-го. И тут всякие показатели окружности головы, кость носа, ла-ла-ла. Услышала стук сердца малыша. Самое лучшее, что я слышала. Неделя 14-й. Длина нашего пупсика уже 85 мм. Сейчас мы начнем явно прибавлять в весе и объемах. Впервые за долгое время стрелка на весах показала 60 кг. Записалась к стоматологу на плановый осмотр. К кулисту еще нужен лор. Купили вчера купальник. Я впервые взяла 38-й размер, то есть М-ку. И колготки размера XL, чтобы не доверили на животик. Состояние отличное, полное сил и энергии. Второй триместр как-никак. Уехали на две недели в Дубай. Отдохнули от работы и суеты, холода и рутины. Хорошо. Животик растет, все отлично. Правда, немного подхватила арабскую простуду. Очень давно не болела. А тут температуры не было, горло ок. А вот мой любимый нос. Капать-то нельзя ничем. Да, это, кстати, такая боль. Нельзя сосудосуживающими каплями капать. А у меня с носом вообще с детства интересная история. А этот аквамарис, который я израсходовала за два дня. Соль плюс вода. Его, кстати, нельзя так использовать. Много, Саша. Не помогали вообще. Поспала ночку в вертикальном положении, вставая каждые полчаса. И закапывала все-таки детскими каплями два раза. Якобы они работают местно и не влияют на малыша. Очень надеюсь, что так. Потому что не дышать было уже очень тяжело. Расслабились с питанием в Дубае. Круассанчики, кофеек, картошка фриз, мака, сэндвичи. Приехали домой. Привет, любимые овощи и фрукты, каши и термостатные йогурты. 17-18 неделя. Куча смайликов, куча сердечек. Наша красавица. Да-да, мы узнали пол. Божечки. Все-все, кроме бабушки и мамы, говорили, что мальчик будет 100 баллов. А вот и нет. Сходили на УЗИ, не дождавшись второго скрининга. И нам написали пол на бумажке. Отдали ее кондитеру, чтобы она испекла красивый торт с коржами под цвет пола. Голубые мальчик, розовые девочка. Разрезаем с Денисом торжественный торт, а там розовенькие коржики. Тут прячется пятый месяц. Моя фотография, уже хороший такой животик. Методы борьбы с ужасными судорогами ног. Компрессия, тепло, калий. Слава богу, обошло стороной. Да, у меня только под самый-самый конец были небольшие судороги, буквально два дня. И помогли, кстати, массаж. Массаж Дениса помог. Толчки и пинки на этой неделе уже более сильные и отчетливые. Неделя 23. Планируем еще одну поездку на второй триместр. Надо отдыхать, пока есть время и возможности. Хорошее решение, ребята. Пока что думаем про Таиланд и в конце января, начале февраля. Что нужно купить? Компрессионные чулки, колготки для самолета. Новый сплошной раздельный купальник. Шорты, платья под мой новый размер. Неделя 24. Четвертая фотография шестого месяца. Ого-го. Я такая довольная. Неделя обращена Денису. Я так благодарна Денису за его помощь и поддержку. С ним прямо ничего не страшно. Я уверена и спокойна. Он стал еще заботливее. Предложил помыть полы. Это так мило. Всегда гладит, обнимает. Спрашивает, как я себя чувствую. Помогает шнуровать ботинки. Я думаю, что очень важно чувствовать, что ты не одна в этом положении. Спасибо тебе, любимый, что ты у меня такой. А вот и та самая фотография, которую я выставила, когда сказала всем. А всем я имею в виду Инстаграму и Ютубу о том, что я беременна. Неделя 25. Ну что, а мы вообще-то сгоняли в Тай. Как и планировали, улетели 22 января. Обернулись. Никак планировали. Не 2 февраля, а 8. Продлили себе отдых еще на неделю, потому что краби покорил наши сердца. Это провинция Крамби в Таиланде. Заключила договор с Парацельсом на ведение третьего триместра. В Парацельсе, кстати, я рожала. Это роддом. Но если вы хотите знать мое мнение, рожала бы я там еще, я скажу нет. Но было неплохо. Но в следующий раз я бы не выбрала этот роддом. Это просто для информации. Вешу 65 килограмм плюс 8 килограмм к добеременному весу. Начинается третий триместр, и тут фотография Евы близко прямо личика. Какие книги нужно прочесть? Ольга Валяева, исцеляющие роды, must read, я написала. Как успокаивать младенца, Harvey Karp. Тайная опора, Людмила Петроновская. Еще, кстати, я очень много сюда не написала. Юлия Гиппенрейтер, общаться с ребенком как. Какие курсы надо посетить, партнерские роды. Что нужно сделать для уюта? Купить детскую одежду, купить пеленки, купить кроватку, купить коляску, купить постельное белье в кроватку. В этом триместре максимально начинается период гнездования, когда ты хочешь все сделать уютным, накупить одежду, подготовиться. Как мы зовем малыша сейчас? Прозвище. Кусочек. Всегда. Еще варианты. Животик. Евочка-девочка. Девочка-евочка. Денис говорит доченька. Как думаем назвать ее в будущем? Имена и значения. Просто одно имя. Ева. У нас не было особо размышлений. Я думала, Ева или София. И Денис сказал, мне без разницы, смотри сама. Я выбила Еву. Тут фотография с фотосессией и моя фраза. Нормальной одежды для беременных нет. Во время моей беременности у меня прям была проблема с нормальными штанами, с нормальными красивыми платьями. Дальше. Подушки. На каких подушках возможно заснуть? Тут разные варианты подушек. И моя самая любимая была контурная. И сейчас она у меня есть. А от обычной подушки я вообще отказалась. Представляете, я сейчас сплю без подушки. Фотография меня с огромным уже животом. Я написала, йога дома. Очень круто для спины. Прямо хочется потянуться на коврике раз в день точно. Да, я делала постоянно вот эти кошечки, выгибания. В частности, из-за этого со спиной у меня никаких проблем не было. До самых родов и после родов. Собрать вещи в роддом. И тут куча пунктов, что написать, какие вещи нужны. И я пишу. Я просто заказала готовую сумку на каком-то сайте, чтобы не собирать это все по отдельности. Тоже неплохо. Фотография с седьмого месяца беременности. Неделя 29. Пупок выходит наружу. Это все, что я решила написать в эту неделю. Неделя 30. Мы переехали. Было 40 коробок, несколько чемоданов. Справились за один день, но коробки разбираем до сих пор. Фотосессия с животиком. И тут всякие домашние вещички, которые я уже прикупила. Там розовый гардероб. 33 неделя. Я так давно не видела свои лодыжки. Кстати, да. К нам пришла наша кроватка. Беленькая, красивенькая, семь в одном. Абсолютно не использовалась и не используется до сих пор. Скоро будем продавать. Кому надо, заходите в мой инстаграм, я как-нибудь там об этом скажу. Супер красоточка в зеркале, Сашенька. Купальники. Как же меня тянет в бассейн? Никогда прежде такого не было. И сейчас, кстати, вот такого нет. Именно во время беременности такое было. Причем бассейн для беременных от моего дома находился за 25 минут на машине. И я ездила туда два раза в неделю. Видимо, девочка очень любит воду. Фотография на восьмом месяце беременности. 37 неделя. Книги о материнстве как отдельный вид романтики по утрам. Очень понравилась тайная опора Людмилы Петрановской. Неделя 38. Бабушка, увидев это фото, сказала ехать в роддом. Малыш с размером с арбуз. И что, у нас близится финал? 39 неделя. Фитнес для беременных сходило раз пять. То же самое можно делать и дома. Но для социализации и дисциплины ок. Тут я такой пухляшек на фитболе. 40 неделя. Сегодня приехала мама. Учились вместе с Денисом пеленать на зайке. Фотография 9 месяца. Это было ровно за день до родов. Ну что, день, когда начались роды. Когда отошли воду, я была в кровати. Спала. Ну, отошли воду, это было, конечно, не по плану. Потому что это не самый такой идеальный вариант, да, событий родов. Но тоже имеет место быть. Просто после этого включается определенный счетчик. И у тебя меньше времени в этом безводном периоде, так скажем. Если ты именно рожаешь в роддоме, то они обязаны следовать протоколу. И спустя определенное время, если не начинаются схватки, то могут начать стимулировать. Я оставалась спокойной или очень нервничала? Двоеточие. Была дико счастлива, что скоро мы увидимся с малышом. Тут фотографии Евы. Что облегчало схватки? Руки Дениса, массаж. Все шло по плану или наоборот? Долгий безводный период, но ничего, малышка меня услышала и начала двигаться. Если захотите окунуться вдруг в этот день, то вставлю после этого видео, видео с историей моих родов. Кто навестил нас, пока мы были в роддоме? Денис все три дня жил с нами. Это было восхитительно. Мы вместе вставали по ночам, поутру смотрели друг на друга и совсем не верили тому, что произошло. И последняя страничка, последний разворот. Теперь нас двое. Что я чувствую? Что я чувствую? Не поместится в это количество строк. Буря эмоций. Новый, совершенно другой мир. Бесконечная любовь. Просто космос. Теперь мы настоящая семья. Этот крохотный кусочек стал центром вселенной. Пока что до сих пор до конца не осознаю. Многототье. И тут фотографии Евы. Время 15.34. Как сейчас помню, я стояла. У меня вертикальные роды были, поэтому я на коленях опираясь на эту кушетку. Стояла, смотрю, передо мной было время 15.30. Я посмотрела полчетвертого. И это были уже потуги. И через некоторое время, через 4 минуты, получается, родилась Ева. 51 сантиметр. И вот такая штучка с краткой информацией о ребенке. Такая ценная реликвия. Прямо я безумно рада, что я заполняла дневник. Я безумно рада, что это все останется как память Еве. И надеюсь, что вам было это интересно со мной читать, вспоминать. Я знаю, что меня смотрят беременные мамочки. Отзывитесь там в комментариях. Заполняете ли вы такой дневник? Хотели ли бы начать, может быть? Никогда не поздно. Спасибо, что провели с вами время. Мне было очень приятно все это вспомнить. Все это освежить в памяти. Жду вас в своем инстаграме. Здесь оставлю свой ник. Там мы с вами можем почаще общаться. Можете чаще меня видеть. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok